Это такая радость огромная не только для всей Калиновки, для всего Терротдела и для соседей Сопронова, потому что все придут сюда. О том, что здесь большой праздник, ясно было уже на подходах к центру юность в Калиновке. Приходили не с пустыми руками, а многие пригрегли и теплые слова. И люди, которые вот здесь живут, это уникальные совершенно люди. Они настолько бережно к земле своей родной относятся. Им настолько не все равно вообще все, что здесь происходит. И мы обещаем, что поэтапно, пошагово все ваши задачи выполняются. В классах юные артисты уже вовсю готовятся к праздничному концерту. Общая площадь помещения клуба 400 квадратных метров. Планируется, что здесь будут работать 15 кружков, а посещать их смогут не только жители Калиновки. Ленинский округ у нас разрастается, растет очень много микрорайонов, детей очень и очень много. А если на данный момент у нас занимается около 120 человек, то этот центр может принять около 200. И думаю, что все жители с удовольствием будут ходить в этот клуб. И не только дети, молодежь, но и старшее поколение. Действительно просторные классы, большой актовый зал позволят развивать самые разные направления деятельности, в которые будут привлечены местные жители от самых маленьких до пожилых. Активное долголетие очень ждет, когда мы его сможем принять. Потому что они хотят и петь, и танцевать, и рисовать, и вышивать крестиком. То есть мы ждем от мала до велика. А сейчас взрослые и дети наполнили актовый зал, чтобы посмотреть на первый в истории этого клуба концерт. Нелегким был путь, который проделали жители и руководство округа, чтобы в Калиновке появился этот культурный центр. То, что я видела, мне очень нравится. Это, конечно, гораздо лучше того, что было. Потому что начинали вообще в полуподвале, потом метались из одного помещения в другое. Поэтому то, что здесь, это просто сказка и мечта. Вспомнил былое и советник главы администрации округа, старейший работник культуры муниципалитета Моисей Шамаилов. Он заглянул еще дальше в историю деревни Калиновка. Был клуб. Клуб был небольшой. Даже при клубе была мотажесклетная секция. Когда Николай Крыгин возглавлял, была библиотека. К сожалению, по ряду обстоятельств пришлось клуб закрыть. Я вам хочу сказать, что, может быть, для кого-то это мечта последних трех пяти лет, а для меня все-таки 25 лет. Неделю назад глава округа лично проверил готовность помещения к открытию. Он обратил внимание на ряд мелких недочетов, но в целом увиденным остался доволен. Этот клуб еще один пример совместных действий жителей и руководства муниципалитета. Здесь и светло, и тепло, и современно, несмотря на то, что находимся мы формально в деревне, да, в настоящее время. В бюджете предусмотрели деньги, депутаты нас поддержали, выкупили, отремонтировали, и вот сейчас открываем. Праздник отгремит, и начнется ежедневная работа на радость детям и взрослым Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.